Волга ГАЗ-2410, Мерседес Бэнс W140 и Линн Коллин – три главные машины в жизни Владислава Ардзенба и герои фильма «Машины времени». Первую служебную машину ГАЗ-2410 бежевого цвета для Владислава выбрал его первый водитель Сосо Каджая. Модель автомобиля не имела значения для Владислава Ардзенба, говорит в фильме «Сосо». Она была для него лишь просто средством, необходимым для работы. Однако Владислав Григорьевич не любил машины черного цвета. В них решают черные вопросы, говорил он. Я взял машину, затемнел. Стекла затемнел, сзади занавески поставил. И выезжая, подъехал к нему, посадил. Ну, сели, мы едем, и он говорит. Ну, там соседи встречают, он каждый здоровался, руку поднимет, там, доброе утро. И в этот раз он поднимает руку, никто с ним не здоровается, мы едем дальше. Второй день, и он мне спрашивает, Сосо, что случилось? Говорит, я с соседями здороваюсь, руку поднимаю, и все, на меня никто не смотрит, но никто не отвечает. И он говорит, ну, что они со мной не здороваются? Я говорю, Владислав Григорьевич, я затемнел, стекла, говорю. Они вас не видят. Не мог сказать, говорит, я уже два дня убился, говорит, со всеми здоровы, смахаю руками, говорит, и никто на меня не с пониманием не обращает. Сосо Каджая 15 лет работал водителем у Владислава Арденба. Он лично присутствовал на премьере фильма «Машины времени». Деляясь своими впечатлениями от увиденного, он рассказал нам историю знакомства с первым президентом. Владислав Григорьевич, это ваша машина и ваш водитель. Он подходит и со мной поздоровался, говорит, Владислав Григорьевич, я говорю, Сосо, очень приятно. И, ну, у первого секреттора была машина 31-я, «Волга», и он его приглашает. Владислав Григорьевич, садитесь. Он так, спасибо большое, но если это моя машина и мой водитель, я с ним поеду. И он пришел, сел машину, я сумку запрал, положил багажник. И Борис Викторович говорит тоже, ну, я тоже с вами, Владислав Григорьевич. Вот они вдвоем сели, и вот это первая встреча я никогда не забуду. Идея создания фильма принадлежит продюсеру Виталию Бегвава и его творческой команде. Съемки длились более 10 дней. За это время родилось немало историй, связанных со знаменитой Волгой президента. Одну из них рассказал режиссер фильма Дауд Логуа. Что было очень трогательно, в самый первый съемочный день, когда Волга должна была приехать на место съемок. И когда ее к нам привезли, ребята сказали, что где-то по участку дороги в городе старшие сотрудники милиции, видимо, того возраста, которые знают, чья машина, и, может быть, видели ее вообще в тот момент, остановились и дали честь. Это было очень приятно и трогательно, и какое-то такое хорошее предназначение было, что вот это было в первый съемочный день, и мы понимали, что делаем что-то доброе, светлое. Компания Амобайл поддержала идею создания фильма «Машины времени» и стала меценатом проекта. Амобайлу еще в 2016 году удалось отыскать в Галском районе первый служебный автомобиль Владислава Ардзенба. На его реставрацию ушел целый год. После этого «Волгу» передали в Музей боевой славы имени первого президента. Благодаря партнерству с режиссером Даутом Логова идея была очень удачная, на наш взгляд. В фильме было сказано, как и люди, и подметы, и вещи тоже хранятся в свою историю. И мы смогли вот эту мысль изложить в этом фильме. В процессе восстановления состоит еще одна машина, которая была резервна. Я думаю, что до конца года мы с этой работой тоже справимся. А в целом фильм мне показался достаточно интересный, не нудный, а вот так, чтобы и зрителю, и знающим этот вопрос людям, им было интересно посмотреть его. Я думаю, всем понравится этот фильм. Машина времени буквально переносит в прошлое и на время просмотра делает зрителя частью тех далеких событий. Истории было много, от захватывающих до курьезных и забавных. Рассказы водителей – главная изюминка в фильме. Наур Аджба, который тоже являлся водителем президента, рассказал об отношении Владислава Ардзенба к его второй машине – Мерседес-Бенц W140. Это что за машина? Подходит и начинает смотреть, значит, эту машину. Подошел, открыл дверь, сел прямо за руль, садится и завел, тормоз держит, ставит на движение, значит, трайв и отпускает тормоз. Машина поехала на меня, смотри, мол, так, да, да. Я говорю, да. Слушай, говорит, она, мол, все сама делает. Я говорю, ну, в принципе, да. Он говорит, так это и Надежда Шабановна, мол, может поехать маму свою. Наверное, вы думаете, что гараж первого президента состоял только из представителей русско-германских концернов. Но нет. У Владислава Ардзенба был еще американский шестиместный автомобиль категории люкс Lincoln Town Car – один из самых безопасных автомобилей того времени. Представительный вид, солидность – это то самое, за что это авто полюбили и приобретали в свой автопарк многие главы государств, преимущественно Среднего Востока. Премьера фильма «Машины времени» состоялась в Государственном музее боевой славы в 76-й день рождения первого президента. Это событие стало семейным мероприятием, на котором собрались родные и самые близкие люди Владислава Ардзенба. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.